сколько здесь здесь ребят всем доброе утро всем привет мы с утра встали вчера с вечера убрали корм все вот это сейчас будем понимаете да у нас животные нужно их проглистогонить кубик 1 на 3 килограмма живого веса потом повторите здесь красавчики давай давать басика тебя кушать нельзя пока тебе пока кушать нельзя ничего нет у них ничего нету мишка проблевался басик на улицу захотел муся просит кушать но пока нельзя пока нельзя моя девочка и арчушка вот сидит время ребятки 15 минут 6 всем доброе утро хорошего дня отличного настроения небушка какое жди хорошая и еще рано кушать да попозже чуть-чуть попозже водички пока попей то и тебе тоже трясал кучка петух поет петух поет лава вся облизываешься субсендия субсендия да потерпите чуть-чуть в окошечко посмотри да девочка но все маленькая вон 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 масенька басенька вон петухи поют вон вон Арчи, иди сюда. Тихо. Ребята, всем привет. Всем привет. Мы поехали в аптеку, мы уже приехали в аптеку, мы взяли лекарства, ребятки, там кердык-пердык для спины. Но это только начало-начал. Я говорю, моя спина, она уходит бриллиантовая, золотая, с камушками такими, сваровских, да? Вообще. Но главное, что помогло, вот что самое главное. Домой приедем, покажем. Короче, Саня у меня будет делать уколы. Я буду с мухобойкой стоять. А сейчас дорогу перебегаем, он говорит, давай быстрее. Вы представляете, что говорит? Давай быстрее. А мне куда? Я как кляча старая. Я, главное, рукой им покажу, что я бегу. Вот так. Ну ладно, ничего, ребятки, прорвемся. Смотришь, какая температура, 28 градусов. Время 11.55. Просто солнышка нет. Что-то будет, да, Сань? Дожди, обещаю. Что-то будет, что-то будет, что-то будет. Что-то будет. Вчера в Краснодаре в этой яме взяли помидоры. Сейчас я, ребятки, вам покажу. Надо их закрутить с чесноком вкусненько. На рынок мы едем. Сейчас золушки взяли. Взяла я себе, а, ну это ватки, ребятки. И краска для волос взяла. Вот такой вот, 330 рублей. Цена вообще здесь золушки, да, хорошая, Сань? Ну да. Давай, на, кидай туда, пошли, Данки посмотрим, шманки там. Пошли. Вот, это колбаска домашняя. Мы в Рибае. Зашли за колбаской, называется. Ребятки, вкусные вот эти конфеты такие. Мы в Рибае. Тут все самое вкусное. И сыр вот этот взяли в Сулугуне. На чем он вышел? В 85. Пятница везде, мусорки. Машина заезжает к каждому двору и забирает. Раньше вот здесь было, мусорку скидывали. А люди, знаете, как вот уже не ждут, да, пятер? Сарьте, ребятки, трава, да, вот трава, да? Какое пекло, вся желтое, выгорело вся. Выгорело, да. Выгорело. Вот лето, да, свежий воздух. Эй-гей-гей. Вон, что творится. Ребятки, ни в коем случае не повторяйте за мной. У каждого свое все индивидуально. Мне невролог прописал. Это часть, это начало, это только начало. Значит, так, первое, это у меня вот этот артаксан. 20 мл внутримышечно, 6 дней. Если боли сохраняйте, то ксифокам 8 мг внутримышечно, 5 дней. Вот он, зараза, дорогой, да, Сарь? 1400. Там всего 3 ампулы. То есть вот на 6 дней. Вот это. Потом дальше мидокалм. Мидокалм, где он там? 150 мг. Так, значит, одна таблетка 3 раза в день. Пить 10-12 дней. Дальше. Амез. Вот этот амез или нальпаза, или нексиум 20 мг. Одна таблетка 2 раза в день до еды. 10-12 дней. Дальше. Кетанал, деклофенак, мазь. Или кетанал, деклофенак 2 раза в день мазать. 10-12 дней. Он у меня есть уже. И мельгама. 2 мл внутримышечно 5-10 дней. Значит, если мне это лечение не... Дальше идут боли. Значит, я подключаю дипроспан. 1 мл внутримышечно однократно при... Так, это подождите. Это аллергическая. Так, где он там? Да, если у меня боли не прекращаются, это я подключаю дипроспан. Это 1 мл внутримышечно однократно при сильной боли. Кстати, мне в комментарии тоже писали. И дальше продолжает идти у меня... Так. Баралгин 5 мл. Дексаметазон 8 г. Плюс 200 мл раствора. Физораствор внутривенно. Капать 5 дней. 6-х суток при сильной боли. То есть, если вот это я пью, у меня начинаются сильные... Ну, не продолжаются боли. Я подключаю капельницы на 5 дней. И у меня ИРТ, ЛФК, гимнастика для ПКОП. Ну, поясочный отдел. Пока вот так. Все. Я начинаю. Не повторяйте за мной ни в коем случае. Вам надо делать КТ, врача, моча. Вот это все. И моча, да. Все сдать. А потом вот так вот. Это индивидуально. Не вздумайте. Не вздумайте лечиться вот так вот по интернету. Просто делюсь чем, что у меня. Не знаю, поможет, нет. И что делать? Смотри, здесь все. Здесь идет порошок и такой... Наверное, туда заливаешь порошок. Да, растворяет, наверное. Растворяешь, булдыхаешь, да? Ага. Ёкорно-бабай. Вот он 1400, вот эта упаковка на 3 дня. Ну, он, говорят, это, да? Снимает воспаление. Воспалительный процесс. Что он там? Пороче, не знаю. Такое еще Саня у нас не делал. Смотрите, за мной как хвост бегает. Как хвост. Без меня жить не может, ребятки. Я сюда, смотрите. Просто смотрите. Честно говоря, еще, ребятки, я не ела. На голодный желудок нельзя делать никакие там капельницы, уколы. Надо что-нибудь... А, сейчас рулетик поживу. Саня уже все убрал в холодильник. Очень вкусная в рибае колбаска. Вот эта домашняя. Очень вкусная. И взяли еще вот такой, ребятки, рулетик куриный. Тоже очень вкусная наша производитель. О, ребятки, мусорку забрали. Мусорку забрали. Это мусорка или нет? Не мусорка? Нет, это не мусорка. Что-то там соседи. Что-то там соседи заказывают. А ты, мой голубчик, дома сиди. Дома сиди. Саня, давай, шевели помидорами. Дома сиди, голубчик. Где мой мальчик там подскуливает, ребятки? Ну что, мне Саня сделал укол? Пока я этот... Пока я не могу ничего сказать. Это еще рано что-то говорить. Как что будет, это я вам скажу. Ребятки, в комментариях написали, что... Сейчас. Вот это, это цикорий. А это тот цикорий, да, который вот продают, написано цикорий. Это он, ребятки? Ну, порошок такой, как кофе, да? Я как-то купила цикорий, думала, вместо кофе буду пить. А не получается, ребятки. Он прям горький. Вот он, голубенький. Он рано утром, знаете, в часов пять, когда уже у нас светло, четыре часа. Он голубыми такими красивыми цветочками цветет. А ну-ка сейчас, ребятки. Да нет, вроде бы не горький. А если сюда Арчина писькала, я вот так в рот себе. Голова, три уха. Идем, мальчик. Что-то небо у нас. Что-то будет. Что-то такая духотища, ребятки. Прям невыносимая. Фух. Мусорку так что-то не забрали уже третий час дня. А мусорку не забрали. Лаванда, красотка. Красотка. Видите, уже вокруг лаванды какое обросло. Вот эта жирная толстянка. Вот они. Лаванда. Как она пахнет, ребятки. Такой запах горьковатый. Вкусный-вкусный лавандочка. Видите, мой мальчик. Проглистовали утром всех. Миша там блювантина устроил. Интересно, мне можно, когда уколы, что-то делать с тяпочкой? Потому что я не могу. Мне хочется самой вот это вот. Здесь вот все почистили. Стоят, ребятки, смотрите. Эти катаранты. Стоят. А эти гортензии, вот эти крупнолистные или какие шаровидные, не пойдут они. Только надо метельчатые гортензии, потому что они не то что на солнце, но и в такое. Ягодка осталась. Еще эта Элизабет поздняя. Поливать нам не надо. Потому что дожди были. Ну ладно. Смотрите, груша какая там. Видите? Она уже вся, наверное, ватная. Пойдем. Ребятки, а мы здесь решили полисадничек почистить. Мне сейчас Саня промассажировал хорошо мои все эти квадратные мышцы, все мои триггерные точки. Уколы утром сделаны. Вот я говорю, сейчас чуть отпустила. А, знаешь, почему отпустила? Потому что я китару выпила. Короче, второй день у меня укол. И толку никакого нет. Мне пришлось выпить китару, ребятки. Вот. Ну ничего, ничего. Все будет окей, барри, ребятки. Что здесь стаканчик? Ветром унесло. Смотри, стоит эта крапивка, потому что солнце, да, Сань? Потому что солнце. Ну ничего. Вот это то, что по обочине оставила. Смотри, видишь, Сань? Стали нарастать. Растет, растет. Инотера. Так, здесь расчистили. Вон где лавандочка. Здесь вот так вот. Я говорю, эта крапивка стоит, Сань. Ее сейчас надо... Дашь мне тяпочку, Сань? Я хочу подрыхлить. Потому что это не пойдет. Так надо, чтобы они дышали. Французский маникюр, ребятки. Да, да, да. Сидеть нельзя. Смотрите, какое небо, ребятки. Что-то тучки проходили, проходили. И ушли мимо нас. Эй, киш-киш-киш. Кишка моя. Кишка моя. Сейчас я здесь тоже травку уберу. Все в траве. Надо обязательно подрыхлить. Все в порядок привести. Видите, все в траве. Не могу я. Если я лягу, ребятки, все, я не ставлю. Правда. Ты моя девочка. Сейчас, ребятки, зачищу здесь вот этот... Что ты там? Что ты там? Господи, только мыли. Мусь, ну что ты такая грязная? Аж коричная, серая вся. Все серая. Что, кувыркаться будешь? Кувыркаться будешь? Давай. Что-то настроилось. Давай. Давай. Кувыркаться будем? Давай. Давай, мусенька, кувыркаться будем? Давай. Давай, мусечка. А где наш карабас-барабас? А то она домой хочет, ребятки. Грязная. Смотрите, какая грязная. Смотрите, сиди, дружок. О-о-о. Давай. Первый пошел, второй зашел. Арчи! Арчушка! Арчушка! Вот. Вот, Арчушка гулять вышел. Арчушка мой гулять. Похудел, да, ребятки? Как вы думаете? Похудел, да? Немножко похудел, да. Да, похудел. Стройный стал, как кипарис. Вот, уже как красиво. Уже как все чисто. Уже красота-ляпота, ребятки. Да? Да. Вот, потихонечку, потихонечку. Да, Басюшенька мой? Смотрите, все какое сохлое. Господи. Так, а что там, Саня? У меня банки принес. Сейчас буду крутить. Сейчас вам покажу, ребятки. Значит, ребятки, помидоры купили. Вот такие черрики по 100 рублей. И вот эти наши, местные. А эти волгоградские. Вот такие сливочки. Смотрите, какие они. Вот мой мизинчик. А вот сливочки. Видите, вот маленькие. Плотненькие. Сейчас на зиму накручу. Сейчас я их переберу. Маленькие. Смотрите, какие вот миниатюрные в баночке, да? Хорошенькие. Переберу все это. Так, сразу же почищу, переберу и промою. Помидоры идут самые идеальные. Но они хорошие, как говорят, ребятки. Они такие сухие. Видно же ведь? Сухие помидорки. Хорошие. Ну все, начинаем. КВМ. Короче, мы хотели сделать помидоры замариновать, а у нас нет болгарского перца. Я хотела сделать с болгарским перцем. И сельдерея нет. И сельдерея нет, да. Садин сбегал к обдуле, а у них сейчас сбор лука. Лука. Картошки. И картошки, да. Вот брала вот этот, где мы брали? В Белоречке, да, у Джульетты. Лук. Сейчас я его почищу. И что, сделать пирожки с луком? Да. Ну что, значит. Лук 500 рублей килограмм. На 400 с лишним вышло 2 пучка. Ну пучки, ребятки, смотрите какие. Огромные, просто огромные. Ну что, ребятки, сейчас поставила тесто, нашинковала лук зеленый. И поставила варить яйца их. Захотелось что-то всем пирожки с зеленым луком и яйцом. Вкусно будет, вкусно-вкусно. Сделала я пирожочки с яйцо-капустом. Ну уже мама поела, дети потаскали. И у меня еще осталось тесто. Сделала вот на кулинарном канале. Я делала в последний раз этот, смородиновый джем. Ребятки, пирожок вот с этой смородиной, которую делала я на ютюбе. Смотрите, какая там начинка. Но я еще добавляла крахмал. Видно, да? Делайте. Вот именно вот эта смородина, чем хороша для пирогов. А черная смородина, это царица начинок. Ну я так считаю. Эй! О-о-о! Очень вкусно. Что за привидение? Кто иконьки? Доча, возьми пирожок с этой смородиной. Смотри, какое вкусно. Тесто обалденное. Попрошайка. Пирожок захотел. Ой, ты. Ой, ты. Ребятки, всем привет. Это я. Искупалась. И этот голову надо расчесать. Сама высохла этим полотенцем. Ребятки, что я хотела сказать. Да? Столько дней нас не было. У нас вообще какой-то весь этот июль непонятный. Вот. Сегодня пятый день лечения моей спины. Слава тебе, Господи, все у нас хорошо. Знаете, что? Я же говорила, я была в Краснодаре у невролога. Вот. И к тому, что мне прописали там вот эти лекарства, уколы, невролог мне сказала, что нужно делать зарядку по шишонину. В интернете есть эти все зарядки. Я, конечно, начала эти зарядки делать. У меня от этих зарядок облегчение не наступило. От некоторых зарядок. Но я для себя, значит, что поймала. Надо растягивать вот эту мышцу, надо растягивать позвоночник. Значит, Саня вот здесь вот до этого сейчас съемки были, Саня в палисаднике здесь чистил. И я думала сначала, от того, что я выпила кетарол, из-за этого у меня боли прошли, и я вышла, стала помогать. То есть я села на корточке, и моя спина, получается, вот так вся прогнута. Вот, то есть моя спина, да, вот так вся. Голова внизу, то есть понимаете, да, как работа на клубнике. То есть вся погружаешься вниз. Я прям здесь пощипала. Потом этот, думаю, а, кетарол, наверное, работает. Потом на следующее утро встала, вышла, пощипала. Кто увидит, скажет ку-ку. Что это она там в ночнушке стоит, здесь щипает. Вот. И теперь я каждое утро, каждый вечер делаю растяжку позвоночника своего. На турнике я не вешу, я делаю его зарядку. Растягиваю, растягиваю полностью позвонок весь. Растягиваю ногу, потому что все это связано отсюда до самой пятки. Вот. И, ребятки, жизнь прекрасна и удивительна. И говорят, вот в комментариях написали, надо больше ходить. Ничего подобного. Вы знаете, вот это, вот это, вот то, что с мышцами, это очень частая болезнь мышц у спортсменов. У, кто там, пловцов даже. Вот это мышцы. И от того, что я вот ходила по дорожке утром и вечером, и поздно. Не-а. Ходьба, она никому не помешает, но это не лечение. Нужно растягивать, ребятки, мышцы. Вот. Стул впереди поставили, растянули. Ой, кузнечик пошел. Или голову вот так опустили по самые колени. Потихонечку, потихонечку. Или вот мне удобно очень сесть на корточке, вот тянуть вот так вперед, вот так, всю головой об асфальт. Вот это вот прям супер. Высушила, ребятки, расчесала я свой волоснёк. Мои волосы, ребятки. Есть у меня волосы, ребятки, я же еще не лысая. Вроде бы еще есть, да, ребятки? А, ребятки, я же покрасила, сижу. Так что, ребятки, все отлично. Все окей. И, ребятки, а у меня же завтра день рождения. Вот я и покрасилась. Я ходила уже, знаете, как этот. Ужасная вся. Все. Надо волосы отстричь. В комментариях написали, Люба, отстриги их нафиг. Сделай короткую стрижку. Отстричь, да, надо, ребятки? Вот это все. Но челку при этом написали, что не стриги. У тебя лоб аккуратный, что челку не надо стричь. Челку не надо. Вот. Так что, ребятки, завтра, 31 июля, у меня день рождения. Мне стукнет 45. Морду намажу. 45 лет, ребятки. 45. Это, этот, это не тоналка. Это, я же вам показывала. Если что интересно, спрашивайте, ребятки. Я в следующем видео показываю. Это у меня SPF. Это от ультрафиолетовых лучей. SPF крем. Я в прошлых видео показывала. Он легкий. Вот. Праздновать день рождения под вопросом, ребятки. Потому что, под вопросом. Я думаю, что, скорее всего, нет. Что мы праздновать не будем. Но детям так хочется поздравить меня. Что я не знаю. Не знаю, ребятки. У нас сейчас такой период, период жизненный, что непонятно сейчас ничего. Все, ничего. Вот. Так что, ребятки, все, слава богу, все хорошо. Я думаю, что скоро моя спинка пойдет на поправку. И вы видите, в моем голосе оптимизм. Вот. Всякое бывает. Это остатки прошлого. Остатки от того, что эти все мышцы были натружены 13 лет. Или кто пишет, я вот работаю и на работе, и в огороде, и с хозяйством, и спина болит. Ну, значит, другие боли. Потому что при таких болях, когда в спине идут прострелы, там, ребятки, захватывает дыхание. Смотрите, у нас гром. Захватывает дыхание так, что выдохнуть невозможно. Избивается полностью все дыхание. Даже от таких болей, вот я читала в интернете, бывает, развивается аритмия сердца. Значит, не такие боли. Не надо сравнивать. Не нужно. У всех все по-разному, все индивидуально. Вот. Так что, вот такие дела, ребятки. А я пошла. Сейчас, наверное, надо лапшу отварить. Кукси готовила. Вот. И вперед, Заре, навстречу. Нам еще впереди детей одевать в школе. Скоро уже пора. Верочка приходит в пятый класс. И пятый класс, то есть уже начальная школа за плечами. То, что ее сарафаны, юбки, то, что мы покупали, это уже в пятом классе носить нельзя. В пятом классе идет платье. На празднике белый фартук. В повседневку черный фартук. То есть вот так все строго. Но мне нравится. Мне очень нравится, если Верочка будет ходить в платье. Представляете, белый воротничок, белые манжетики, да? Ну, если с длинным рукавом, там, если с коротким рукавом, тоже вот. Я помню, мама у меня пришивала этот воротничок отдельно, стирали, гладили, да? А есть еще кружевные. Знаете, мне даже пару хочется... Я же училась, ребятки, я училась, у меня диплом есть, я ходила на коклюшки, плетение вологодского кружева. Но надо, это, подушку мне эту сделать надо, опилками набить все это. И вот, вот мне прям пару хочется красивый воротничок сделать и манжетики сделать. Очень красивые с коклюшек. И еще я ходила на этот, фриволите, ребятки. Но мне вологодское кружево больше нравится, когда вот красивый большой воротничок, да, ребятки, сразу. Вот. Так что нам еще детей. У нас планов очень много. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, поделись своими планами. Вот. Так что такие дела, ребятки. Всем здоровья, всем отличного настроения, чтобы никто, главное, не болел. И мне так понравился один комментарий. В прошлый раз был прямой эфир, написали. У здорового человека 100 желаний. А у больного человека только одно, выздороветь. И я вот желаю, чтобы у вас было у всех 100 желаний. Правда. 100 желаний, достатка, здоровья, счастья, любви. И вот самого всего искреннего и самого всего доброго. Всегда, всегда, всегда желаю, ребятки. Вот. А я побежала. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока. Целую и обнимаю всех.